Каждое утро мы, жители больших городов, вступаем в игру. Мы встаем в пробки. Так себе игра, скажете вы. Но в данном случае слово игра исключительно математический термин. Он обозначает ситуацию, в которой участники вступают в конфликт с определенными целями и определенными стратегиями. Такие игры происходят в политике, экономике, общественной жизни и прочих сферах. И поиском оптимальных решений в этих конфликтных ситуациях с помощью математического анализа занимается особый раздел математики — теория игр. Несмотря на такое несерьезное название, наука — это вполне серьезное. Вообще теория игр она учит предсказывать поведение других людей. Что представляет собой теория игр и можно ли ее назвать волшебным ключиком ко всему? Об этом расскажет известный российский математик и популяризатор науки, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Алексей Саватеев, с которым мы пообщались во время его визита в Красноярск. Представьте себе пастбище, на котором жители условной деревни пасут своих коров. Травы хватает на всех с избытком. В результате каждый житель решает прикупить себе еще по коровке и увеличить свое личное стадо, так как две коровы иметь выгоднее, чем одну, три выгоднее, чем две и так далее. Но так как общий ресурс ограничен, то он становится дефицитом в итоге такого эгоистичного и бездумного потребления. То есть в краткосрочной перспективе каждый выигрывает, но в долгосрочной все проигрывают. Изменение стратегии поведения одного человека ситуацию в этом случае не изменит. Меняться нужно всем. Эта ситуация в теории игр называется трагедия общин, и она ярко иллюстрирует, что один из основополагающих принципов капитализма по Адаму Смиту, каждый сам за себя и конкуренция решает все, ошибочен. Именно его теория игр в свое время и опровергла. Если есть общее пастбище, и каждый выбирает сколько времени пасти свою корову, то они неоптимальным для общества образом будут использовать. Каждая корова будет есть слишком много, и в сумме получится, что будет гораздо меньше для всех корма, чем если бы они скоординировали свои решения с помощью центрального планировщика. То есть, по сути, теория игр, она говорит о необходимости в некоторых случаях централизованного планирования. Собственно говоря, как это ни странно, она говорит о том, что такой безудержный капитализм, как он оправдывается у Адама Смита, не приведет общество к оптимуму. Теория игр занимается конфликтом, в котором цели игроков четкие и понятные. Например, чем закончится ссора мужа и жены, просчитать с помощью теории игр невозможно, так как в этом случае присутствует иррациональное начало. И это уже задача психолога. А вот математик может просчитать с помощью теории игр поведение игроков на аукционе или транспортную ситуацию в городе. Потому что список участников абсолютно четко определен. Это жители города, у которых есть машины. Дальше. Пространство возможностей. Ровно две стратегии. Сесть за руль или не сесть за руль. Дальше, немножко шире. Если ты сел за руль, то еще как бы в этом случае вот этого первого решения, на следующем шаге у тебя решение, каким маршрутом ты поедешь. Ну и последнее. Мы хотим понять, как человек оценивает все или иные принятые решения. Это то, что у него в голове. Есть ли у него какая-то цель? Есть ли у водителя цель? Ответ. Да, она есть. Это как можно быстрее попасть на работу. В умелых руках теория игр помогает и в житейских ситуациях. Я, например, беру билет в поезд. И вот я вижу, что это нижнее купе, там это верхнее купе. Мне билеты бесплатно. Я езжу на мероприятия, мне всегда оплачивают билеты. Казалось бы, возьми ты нижний, там, допустим, 5 тысяч стоит нижний, нижняя купешка, 3 тысячи верхняя. И вот, если тебе все равно оплачивать, бери удобное нижнее. Нет, я всегда прошу верхняя. Потому что в типичной ситуации, вот верхние, вот нижние, верхние почти все заняты, нижние почти все свободны. Ровно из-за того, что они очень дорогие. Поэтому, если ты берешь вот это вот, где-нибудь выводилось на тебя верхнее, вот ты его взял, скорее всего, ты будешь ехать. Под тобой никого не будет. Понимаешь, да? Потому что его не купят, оно дорогое. Но это означает, что ты будешь использовать его место, да? То есть, это вот логика, вроде чисто житейская логика, но, опять же, она не приходит в голову не теоретикой игровикам. Потому что люди обычно не привыкли мыслить за других, а в теории игр именно этому и учат. Чтобы попытаться домыслить ситуацию за других участников этой же ситуации. Да, это не всегда работает. Иногда это не работает. Ну, например, если кончились верхние места, то начнут заниматься нижние. Меня может не повезти, именно сюда возьмут. Это все верно. Но в среднем оказывается, что эта стратегия дает мне нижнее место. Еще и пустое вдобавок. Если, конечно, не очень сильная загруженность пояса. Теория игр позволяет с помощью математических формул просчитать возникновение пробок на улицах. И более того, в результате мы можем спрогнозировать, что произойдет, если открыть новую дорогу. Или если, наоборот, перекопать старую дорогу. Так, например, кажется, что чем больше дорог, чем шире они будут, тем лучше. Пробок будет меньше. Однако открытие новой дороги в определенных ситуациях может, наоборот, привести к ухудшению дорожной обстановки. Водители узнают о кратчайшем новом пути, разумеется, выбирают его и встают в пробку. Так как таких умных каждый второй. Например, район, где я вырос, называется Метргородок в городе Москва. Один из пассажиропотоков идет на ВДНХ, где многие работают. От нас на ВДНХ ведет извилистая, узкая такая улочка через лес. Первые годы, в конце 80-х, здесь была такая с ямами плохая дорога. Короче, по ней себе дороже ехать, что называется. А потом ее асфальтировали. И с момента, когда ее асфальтировали, появляется вот вариант. Либо ты вот так объезжаешь, грубо говоря, один час. Один час на объезд. Либо ты срезаешь вот здесь, вот отсюда поворачиваешь, 10 минуток всего. И ты уже в метргородке. А тут полчаса. Ну и вот, конечно, возникает соблазн у всех ехать через нас. 10 минут плюс 30 минут меньше, чем один час. Но чем это заканчивается? Понятно, чем. Вот здесь узкая дорога, она очень быстро встает в пробки просто. До того, как вот эта вот дорога, вот она, ее когда не было, и она была непригодной к использованию большинством машин, вот был один час до того, чтобы добраться на ВДНХ, тем, кто отсюда въезжает. А нам было полчаса до ВДНХ. Теперь дорогу построили, и этим один час в силу равновесия, в силу того, что здесь пробка стала 20 минут. Как они не едут, так и так, они все равно получают свой один час. Но нам теперь вместо 30 минут надо ехать 50 минут, потому что теперь здесь пробка. То есть появилась дорога, и нам стало хуже. И никому лучше не стало. Вот такая ситуация называется парадокс Брайса. Время от времени встречается в разных странах, в разных ситуациях. Ну и, так скажем, без теории игр догадаться до этой ситуации довольно сложно. Потому что здесь нужно как бы именно в голове иметь взаимодействие решений, которые принимают водители. Такой же парадокс Брайса случился в Сеуле. Тогда открытие нового шоссе привело к тому, что оно в скором времени встало в глухую пробку. В 2005 году его решили закрыть и сделать прогулочную зону. И хотя критики говорили, что это приведет к ухудшению дорожной обстановки, все случилось ровно наоборот. Средняя скорость передвижения по городу даже выросла. Теория игр позволяет с помощью математического анализа найти такое неочевидное на первый взгляд, но оптимальное решение. Это хорошо иллюстрирует теоретический пример, который решил в свое время российский математик Юрий Нестеров одним простым способом. Есть два пункта А и Б, и посередине есть С, которые нельзя обойти. Например, озера с разных сторон, какие-то преграды, горы. Ну, в общем, есть неизбежный пункт С на дороге из А в Б. Но дорог тоже две, то есть у нас есть вот здесь две дороги. Одна обходная вот здесь, широкая обходная, и узкая прямая. Узкая прямая без пробок 20 минут, широкая обходная без пробок, ну, она никогда не бывает с пробками, она просто 40 минут. И дальше тоже. Здесь 20 минут, если нет пробок. Ну, а если как бы боишься пробок, то езжай в обход. Надежный сорт. И дальше пассажиропотоки. В час. В час по этим дорогам не больше 5000 проезжает машина. Иначе начинается пробка уже выстраиваться. Остальные достраиваются в очередь и ждут, пока проедут предыдущие. И, соответственно, 8000 машин должно проехать всего в час из пункта А в пункт Б. Тогда математический прогноз этой ситуации стоит в том, что перед каждым из городов С и Б в час пик, ну, обратную сторону, соответственно, наоборот, перед А и перед С, возникнет пробка длиной в 20 минут. Можно ехать сначала прямо, а потом по объездной. Или сначала по объездной, а потом прямо. Или все время прямо. Все это варианты с пробками. Или все время по объездной. Это без пробок. Но в любом случае дорога займет час двадцать. Как можно уменьшить время в пути? Нестеров говорит, бесплатное решение. Запрет на сквозной проезд вперед через пункты С. Если ты приехал со стороны А, только такой путь тебе доступен. Если ты приехал отсюда, пожалуйста, можешь ехать прямо. Это удаляет вариант сквозного проезда. И остается три вида перемещений. Такое, такое и такое. Но если они более-менее случайно распределяются между этими видами, то этот использоваться вовсе не будет. Потому что он дает час двадцать минут. А эти два дадут час. И между ними пополам распадутся вот эти восемь тысяч машин. Нигде нет пробок. Все вместо час двадцать тратят час ноль-ноль. То есть у нас получилось, что запрещающий знак экономит всем участникам дорожного движения по двадцать минут. В реальность он получил за это премию Данцига по матопрограммированию. Всеевропейскую. Ну там за это и за похожие модели. Практическая значимость этого очень велика. Потому что в каждом городе время от времени может возникнуть такая ситуация. То есть это как бы... Это леет мотив. Чем хороша модель в теории игр? Она вот здесь была. Ну вроде как была-была, да сплыла. А тут раз, и она возникла уже в совершенно другом городе, в другой момент времени, в другой ситуации. То есть мы вообще в науке, мы что делаем? Мы классифицируем возможные ситуации. Мы классифицируем, у нас остается короткий список. И мы их узнаем в реальности. Узнаем что-то похожее. Как наука работает? Она работает вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok